Не случайно мы начинаем Великий Пост размышлением об изгнании первых людей из рая. Именно этой теме посвящается Сыропустное Воскресение, Прощенное Воскресение. Потому что каждый человек, вступающий на путь преодоления греха, должен понимать, что есть грех и каковы его последствия. Последствия того первородного греха изменили все течение человеческой истории. Мир стал другим. И цели, которые люди перед собой ставили и ставят, которые напряжением своих сил они пытаются достигать, есть не те цели, которые Бог поставил перед человеком. Отказ от этого цели полагания и исказил Божье творение. Бог пролег, грех пролег непреодолимой пропастью между Богом и человеком. Но не только отчуждение человека от Бога произошло, но и от окружающего его мира, от природы. Великим символом и знаменем божественной гармонии, которую Бог пожелал даровать человеку в его отношении с окружающим миром, был положен конец. Гармония, образом которой был райский сад, исчезла, прекратила свое существование. И человек оказался лицом к лицу с природой. И для того, чтобы преодолевать силы природы, обеспечивая свое выживание, нужно было очень много трудиться. Ибо земля перестала произрастать, древо жизни, древо, что находились в райском саду, а вместо этого тернии и волчцы. И Господь, напутствуя падшего человека, дает ему заповедь в поте лица добывать хлеб свой. Да, действительно, это с одной стороны заповедь, а с другой стороны программа действий. Не будешь добывать в поте лица хлеб, погибнешь, не сможешь жить. Таких задач вовсе не стояло перед людьми, первозданными. Таких задач не было в раю. И вот это иное целеполагание, иная задача сформировало иную систему ценностей, в которых человек постоянно устремляется к достижению материальных благ. И если там, на заре человеческой истории, и в более древние времена, отстоящие от нас тысячелетиями и столетиями, от этого человеческого труда зависело самое существование людей, то по мере развития науки и техники человек стал высвобождать много времени. И отнюдь не все время было поглощено заботой о хлебе насущном. Вспоминая эту самую заповедь, эту самую программу действий, в поте лица добывать хлеб свой нельзя забыть и другой, уже новозаветной заповеди, так ясной и сильно сформулированной святым апостолом Павлом, кто не работает, пусть и не ест. Вот это уже та заповедь, которая должна относиться к каждому, вне зависимости от того, в поте лица ли он хлеб зарабатывает или без всякого пота. Заповедь о труде есть божественная заповедь, дарованная человеку приступившему закон, падшему человеку. Это заповедь, которая определять должна способ жизни человека, его образ жизни, в тех условиях, в которых оказалось человечество и весь мир, весь космос через грехопадение. мы сегодня уже неоднократно молились словами преподобного Ефрема Сирина и как первое прошение его молитвы перекликается с тем, о чем мы сейчас говорим. Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, не дай мне. Праздность – это состояние, обратное тому, в которое погружается человек, отвечающий на Божью заповедь о труде. Исполнение той заповеди не означает, что человек должен работать все время без остановки. Для того, чтобы каждый мог восстанавливать свои духовные и физические силы, еще в Ветхом Завете была дана заповедь об отдыхе, о седьмом дне. Знаем также, что в еврейском народе были особые юбилейные года, когда люди отдыхали, отдыхала земля. Эти божественные установления даны были человеку для того, чтобы, трудясь в поте лица, он не губил свое здоровье, чтобы у него хватало сил еще на что-то другое. Но по мере того, как люди стали высвобождать свое время, все более и более на место труда стала приходить праздность. Праздность – это не отдых. Праздность – это не восстановление своих сил. Праздность – это пустое времяпрепровождение. Но, как замечательно сказал святитель Тихот Тихон Задонский, «Задонский не может быть праздным человеческое сердце». Действительно, всякая праздность – это есть лишь иллюзия. На самом деле, праздность не терпит пустоты. сердце человеческое не терпит пустоты. И в душу праздного человека входит нечто, что является опасным для его духовной, а не редкой и физической жизни. Входят дурные помыслы. А вслед за дурными помыслами – дурные слова. Ведь чаще всего от праздности мы пустословим. Чаще всего от праздности мы произносим праздные слова, за каждой из которых дадим ответ пред Господом. Нередко праздность приводит нас к тому, что эти пустые праздные слова начинают наполняться желчью, злобой по отношению к ближним нашим. И вот уже другой грех – грех осуждения. Если проанализировать образ жизни современного обезбоженного человека и посмотреть, к чему же приводит праздное время препровождения, то с легкостью можем убедиться, что в этой праздности как в питательной среде развиваются страшные бактерии, несовместимые с подлинной жизнью человека. Эти бактерии умножают зло. И если не употреблять средств, духовно-лекарственных средств, то они способны поразить весь человеческий организм. праздность – это некое затхлое болото, в котором возбуждаются и рождаются опасные для человека духовные организмы. Именно поэтому слова апостола Павла о том, что тот, кто не работает, пусть и не ест, является не только констатацией некой божественной справедливости, но также и заветом, заповедью трудиться. И доказательством тому мы имеем еще два очень важных евангельских повествования. Одно – это знаменитая заповедь о талантах. Господь с нас будет спрашивать по результатам наших трудов. Ведь тот, кто закопал один талант, он закопал его потому, что праздность для него была дороже, чем труд, и ушел осужденным. А те, кто развивал Богом данные таланты трудом Своим снискали божественную милость. Ну и наконец, удивительные по силе слова самого Господа, на которые мы не всегда обращаем внимание. Скорее, мы обращаем внимание на иные слова, содержащиеся в этой великой по своему смыслу фразе. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Мы почему-то обращаем внимание на второе слово и под обремененностью понимаем нашу немощь, наши болезни, наши слабости, наши обиды. Но ведь первое это слово «Придите ко мне все труждающиеся, и я успокою вас». Труд есть величайшая христианская добродетель. Это особенно нужно помнить в обителях, где есть только два поля деятельности – труд и молитва, и где не может быть никакого пространства для праздности. Жизнь монаха несовместима с праздностью. праздность в жизни инока – это верный признак опасного духовного заболевания. Но то, что верно и правильно для иночествующих, правильно и верно для всех, для современных людей, которые, опираясь на достижения разума, на технологии, на финансы, могут с легкостью высвобождать время для праздности. И знаем, что очень многие социальные беды, которые сегодня обрушиваются, в том числе и на наш народ, и алкоголизм, и наркомания, и распутство, все это связано нередко с праздным и пустым времяпрепровождением. Если труд есть некое оружие, некий механизм, способ работы над самим собой и движение вперед к победам, то праздность есть духовное саморазоружение человека. Праздный человек откроладывает от себя всякое оружие, какое ему необходимо в борьбе, в том числе и с пороками. Он отказывается от всяких духовных механизмов, он предается праздности и погибает. Не случайно преподобный Ефрем в первых словах своей богодухновенной молитвы призывает нас просить Господа, чтобы тот благодатью Своею оградил нас от порока праздности. Аминь.